Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем играть в Axion. Завершающие мероприятия проводим в этой системе. Создаем колонию, собираем координаты и уматываем. Может быть, еще доберем тут науку, а может и не будем, потому что, в принципе, все самые необходимые технологии уже открыты. Кстати, вот тех парней еще надо забрать, которые рисковали там с собой. Так вот делаем. Пусть их привезут. Научный корабль завершил. Как раз, получается, Пиранезия. Внутренняя часть Пиранезии сильно повреждена. По углам судна еще мерцает голубой огонь. Целые сектора обрушились. Некоторые их обломки словно состоят из чего-то живого. Мы отсняли нечто похожее на биологические нейронные сети. Видимо, это они активировали шлюзы корабля. Дроны валяются на полу и висят на сломанных трубах. По пути к месту хранения координат мы увидели огромную полупрозрачную капсулу. В белом баке с какой-то жидкостью уплавают разлагающиеся тела. Судя по цвету их униформа, это экипаж и тиминанки. Несмотря на все препятствия, мы добрались до устройств, на которых хранятся координаты РЭМа. А мы готовы начать передачу. Так, подключить нужно свой корабль, чтобы это сработало. Корпус готов. Все, он там готово. Полетели тогда обратно. Подключимся. Какой-нибудь зонтик еще можно пульнуть. Кремния, наверное, пособирать. И феррума. Про запас. Этот на феррум. Так, лед хорош долбать. Ой. Вот так вот все собираем. Хотя феррума, кстати, тоже, на самом деле, полно. Что еще нам нужно льда? Навалом, ты тоже. Это максимум 990. Льда еще можно цапнуть немножко. Все, этих забрали парней. Идем в той сектор. Посмотрим, что тут. Это достроили, это еще не достроили. Поэтому разморозить пока ничего не получится. Ну ладно, так поставим очередь. Как только это достроят, сможем уже и сюда пересылать капсулы. Снова закончилось первым в этом самом секторе жилые места. И я больше чем уверен, что опять опять рабочих там недостаточно. Ой, я нажал только рабочие. Нет, стой, 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 стой. Только неработающие. Ну, а по работающим ситуация не поменялась. 171, 127. Как и было в прошлый раз, то есть уже 150 неработающих разморозили. при том, что жалуются, что все, не хватает рабочих рук. Фигля же вы тогда не тех размораживаете. Ой, отвратная фигня. Так, с корабль. Корабль Калипсо. Что ты делаешь? Ничего не делаешь? Ну иди вон, собери науку, что ли, хотя бы. Тут же твое участие уже не нужно. Тайкун нужно пригнать. Тайкун и пригоним. Там еще наука. Что у нас с этим? 108. Ну, потихоньку везут колонистов. Нормально. Так, мы долетели. Подключаемся. Забираем координат. Все, забрали координаты. А, 2,8. Еще один зонт у нас готов. Ну, а тут что-то есть. Литизон туда полетел. В этот кружочек. Это аккумулятор ёкнул. Снова закончились исследования. Снова я их пропустил. Так, ну ладно. Заканчиваем дронов тогда до конца. Бегом-бегом. Снова готов дрон. Водородом так и не стали пользоваться до конца игры. Практически. 0,5, 0,4. Лимиты, лимиты. В принципе, почти всех разморозили. Осталось всего 66 капсул. Что с координатами? Передача завершена. Все индикаторы горят зеленым. Пока извлекались координаты. Мы не сидели без дела. И изучили остатки систем на борту Пиранези. Поскольку судно использовало свое главное орудие. А Этаминанки отчаянно оборонялось. Здесь все в плачевном состоянии. Корабль, кажется, еще вибрирует. Можно сказать, бьется в агонии. Вскоре он сам развалится на части. Так что нужно уходить как можно дальше. Когда этот оплот бесчеловечных технологий испустит дух. Будет много разрушения. Ну и вводить пора, да? На исходе всего. Совершите прыжок. Ну, собственно, вот... Ага. Мы должны двигаться дальше. Одолевает синдром минус 2. Подождите. Синдром минус 2. Там колонию тут еще надо основать. 150 уже на месте. Корабль в пути. Сколько у нас колонистов на борту? 45. А еще не хватает пятерых, да? Значит, делаем еще одну пачку колонистов. 5 циклов. Ну, несмотря на постоянный минус, все равно у нас все в плюсе. А, кстати, зря я стал в шестом секторе делать крио-центр. Можно выключить его. И эту штуку можно выключить. Просто потому, что 50 осталось разморозить. И так разморозят без участия вот этого крио-центра. Здесь снова недовольные. А что вы такие недовольные? Наверное, не хватает рабочих. Да, сильно не хватает рабочих. А тут по-прежнему разморозится. Ни один не добавился. Как был 171, так и осталось 171. При том, что население опять больше, чем нужно. Ну вот как это, блин? Ай, так. Ну ладно уже, фигли. Да размораживаем всех. Просто там тоже не хватает. Какой-нибудь бы придумали, что ли, хоть... Не знаю. Колу тут. Или ПТУ какой-нибудь, чтобы можно было обучать их работам каким-нибудь. А то довольно странно получается. У нас не хватает рабочих рук на корабле. Но мы будем размораживать всех подряд, кто работать не умеет. И не будем их заставлять учиться даже. То есть они что, просто так, что ли, сидят на корабле? Без нифига. Зачем нам такие? Ну вот уже проблема с домиком. И там забастовка, и тут забастовка. Ну давай тогда... Плюс 2 к стабильности, да? Сюда сейчас воткнем. Все, есть. Врубаем. Пойдем посмотрим, как тренируются колонисты. Почти готово. Готово. Доступно 18. А сколько надо? А надо 8. Ну и все, значит, час один полет туда-сюда, закончится колония, и делаем прыг отсюда. А вот он, кстати, летит с 8 колонистами. Видно, что, кстати, 8 взял. Науку. Успей науку подтянуть, может. Ну, за тремя не полетим. Хотя, ладно. Давай 3 заберем. Все заберем. Ничего не оставим. Кстати, наверное, технологии опять закрылись. Да, технологии опять закончились. Нету никаких уведомлений. Запускаем последнюю дронку. Здесь чего? Жилые блоки генерируют единицу. Отходов. Да нет, наверное, не надо нам это. К стабильности. Плюс 1 к стабильности, если в секторе больше 800. Возьмем. У нас точно есть сектора больше 800. Тут снова бомжи. Как минимум в одном секторе. А в 5-й сейчас их перекинем. И там будет больше 800. И с 1-го в 5-й. Вот у нас будет 2 сектора больше 800. Получено достижение доставка. Все. Вот 2 сектора по 800. Видимо, довезли. Да. Сводка разведданных о колонизационном испытании на планете ПСР. Б1257 плюс 12Е. Основана временная испытательная колония. Колонисты будут периодически передавать отчеты о прогрессии, из которых мы сможем получить ценные натурные данные. Ну, отлично. Эти улетают. Колония готова. Ну и попрыгали отсюда дальше. Прессы. Все имеются, если что. Чки науки даже еще имеются. А, там идет сбор. Ну ладно, заберем науку и попрыгаем дальше тогда уж, ладно. Еще подкопим феррума. Так, прочность корпуса минус 9 стала. Минус 5 из-за переутомнения в первом корпусе, в первом секторе. Минус 29. Что-то сломалось, походу, да? Да, что-то везде все сломалось. А тут еще живут бомжи в шестом. Там домик-то почти достроили, но не достроили схему. Вот отсюда надо развести просто. Привезут, достроят домик, бомжей не будет. Переутомление, конечно, никуда не денется. Корпус максимальный. Наука. 6, 5, 2, 1. Пошли отсюда. Все. Улетаем. Согласно процедурам Прау Стэнфорда, перед лохли прыжком все корабли должны вернуться. Пусть возвращаются. Все, ждем корабли свои и полетели. Наверное, это будет сейчас последний уже сектор. Начать прыжок, да? Начать прыжок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... вроде всех врагов победили тиминанки пиранези уоновский корабль учеровский корабль по идее нам тут уже биться ни с кем не придется просто надо будет сейчас найти планету нужно но учитывая что рез у нас полно в принципе нам времени будет достаточно тогда для поисков но может тут тоже какие-то испытания нас ждут прыжок выполнен выполняется предварительная диагностика я чувствую что рэм близко мы добрались до системы илья совсем скоро тайкун разрушатся следует ввести колонизационный протокол ньюконт сейчас всех в колонистов наверно надо превратить до новая цель последние горизонты найдите рэм ну да найдите рэм так ну пойдем да найдем что у нас тут прибыл уже сразу да несмотря на помехи из-за густых облаков наш зон зафиксировал аномально высокие концентрации ртути на поверхности палатином на планете токсичная среда но это не должно помешать нашим специалистам работать ну изучайте изучайте такс вы изучаете но это не только что нам нужно нам нужно найти в принципе здесь нашлась планета да пойдем по той сбился по-моему с орбиты нет нет вот планета на второй орбите вряд ли это будет первая орбита тоже тут прям совсем но мы рядом с 3 появились на вторую полетели а пока это время не идет понятно кстати там скорость зондов была еще какая-то исследовать какие-то исследования сто процентов скорость зонда дальность разведки давай на зонды тогда накинемся готов новый зонд шли по 4 ни фига мог его вот она нашлась так есть что у вас он выстроить инфраструктуру к вам вопросов нет погнали на следующую зонд полетел ну метод нам тарем нужен доступна новая технология пойдем по 5 так вот она есть пятая идем дальше за зондовыми технологиями что там еще строительство быстрее на 50 процентов давай учитывая что он сейчас только зонды распуливать входящее сообщение оранжевые агенты администратор команды специалистов из экспедиции на псср вернулась на станцию некоторые из них похоже испытывают беспокойство и замешательство они сообщают о несоответствии между тайкуном который они покидали и тайку нам на которые вернулись одного из членов команды в стыковочном отсеке встретила дочь которая по его словам погибла на земле дочь же наставить что они заходили на борт тайкуна вместе другая женщина из экипажа уверяет что ее муж должен быть на борту тайкуна но судя по записи муж работал в другом подразделении и вероятно умер во время луноклизма такс тихо устранить людей провести вскрытие они сами справятся но походу с костюмы действительно были желтые и оранжевые никого не переглючила просто какие-то параллельные и лены столкнулись ну давай полечите ранен членов экипажа 3 входящее сообщение приветствую вас люди стайкуна я агора третьего поколения кто ты такое что такое мы штангиты знаем что вы уже долгое время искали рэм но мы на этой планете создали тонко сбалансированную экосистему которая не выдержит вашего присутствия а блин оон чё и что ты предлагаешь мы помним до вас как нашего первого и самого близкого союзника как тот благодаря чему учения Нью-Конт Барджи-Вилли были притворены в жизнь. Основатели воли генов мы подвергались гонениям, угнетению и истреблению. В память о тех дверях, что вы нам открыли, и нашим общим прошлым теперь пришел наш черед открыть дверь вам. И идите нафиг. Вот вам открытый дверь и идите нафиг отсюда. Чтобы вы, ваш экипан, могли присоединиться к нам, вы должны стать частью нашего сообщества, формировать его. Мы больше не будем собой. Вы больше не будете собой. Это будем просто мы. Что? Что-то ты втираешь мне какую-то дичь. Доступный технология оптический отряд. Чтобы превратить это в жизнь, вам нужно пройти генетическую оптимизацию для жизни на Реме. Ваше генетическое наследие будет внедрено в наше общество. К вам будет применять та же процедуру, какую мой предшественник применил к нам. Что-то я не очень хочу на это соглашаться. Есть варианты? Вы адаптируетесь к гравитации планеты, к фотосинтезу, вы станете жить в симбиозе с Ремом. Я поясню. Ошибкой человечества было то, что оно пыталось преобразовывать экосистемы, отрицая свое место в ней. Мы не меняем, мы меняемся сами. Мы не порабощаем экосистему, мы становимся ее частью. А вон че. Вы будете жить дольше и заниматься тем, что умеете и любите. Наши предводители обладают должным прагматизмом, интеллектом, эмпатией и чуткостью. Нам больше ничего не нужно, кроме как следовать воле генов. Мы покажем вам новую колыбель человечества. Доверьтесь воле генов, мы следуем закономерности самоподобия. Так, давай-ка я скоро снижу, а то там что-то один за одним вылетает сообщение о том, что все сломалось. Пока я ее слушаю. А все кончилось, да? Она уже все нам поведала. Встретитесь со штангитами. Что там с нашей станцией творится? Почему она все ломается? Все горит. Переутомление. Но мы всех разморозили, больше размораживать некого. Так, так 170 рабочих и осталось. Может их просто не было больше в замороженных капсулах. Тут капец не хватает, конечно, людей. Из четвертого в шестой. Отправим 20 человек. А то там что-то совсем ребята зашиваются. Тут хотя тоже не хватает довольно много. Прочность корпуса. А, даже вот вообще минус десятка и в первом, и в пятом. Вон оно как. Пока я слушал эту бобенку, у нас тут все посыпалось. Дроны на максимуме. Ну вот пожарочку тогда поставим. Вот это вот что за технология? Так и не открылась она. Наверное, когда мы встретимся, нам предложат с ними слиться. Ну фиг знает. Есть ли в игре разные концовки? Хорошая ли это? Если получше. Ну, мы продолжаем искать. Нам что остается-то? Несмотря на то, что температура на газовой планете в среднем низке, в атмосфере все же найдены аномально горячие зоны. Построить и слитский центр. Что-то много расходует резов наших. Давай один зонт на феррум запульнем. На всякий случай. Так, здесь. Все системы загрязнены ртутью. Понятно. Плохо. Но найдите хоть исток реки. Не знаю. Что-нибудь хоть займитесь чем-нибудь. А, ну вот рэм. Нашли рэм, поэтому эти и начали с нами беседовать. Может, есть все хорошие планеты тут? Не только рэм с вот этими. Готов зонт. Еще не все орбиты проверили. Вон там еще планета есть. Корпус плюс 14. Запасы феррума падают. Сейчас там найдем. Чуть-чуть. Чуть-чуть нашли. Строительство зондов. Удешевление зондов. Улучшаем зонды максимально. ПОДПИШИСЬ. УДЕО. КОНКравствуйте. КОНК. КОНК. Продолжение следует...